Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и в этом видео мы обсудим с вами парадокс, в котором PS5 собрала ошибки Xbox One и в то же время сумела понравиться игрокам и создать ажиотаж. Перед началом видеоролика попрошу вас видео досмотреть до конца, чтобы понять истинный посыл, ну а также узнать интересные подробности мнения большинства о консолях. Также попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну и ловите промокодик на 90 дней подписки Яндекс Плюс. Если что, по моему промокоду она вам будет совершенно бесплатна. И давайте начнем. Если что, видео создается не с целью показать минусы той или иной консоли. Видео создается для того, чтобы показать вам, как вроде бы глобальные минусы для многих в прошлом превращаются в норму или даже в плюсы в нынешнее время. И подкреплю часть вступлений фразой «Все консоли хороши, несмотря на свои плюсы и минусы». Просто каждый выбирает то, что ему больше всего нравится. Также хочу добавить, что некоторые сравнения, они будут, наверное, не очень корректны, поскольку в тех или иных случаях влияют еще и другие факторы. Начнем с того, что теперь у новых консолей все карты открыты, и теперь мы знаем про них практически все. Знаем цену, дату выхода, их фишки и тому подобное. Плюс уже знаем, что творится с продажами, а именно с тем, как обстоят дела с предзаказами PlayStation 5. И знаете, там все круто. Их сметают и сметают даже в России, что в определенных магазинах ее просто так уже не предзаказать. Я, в принципе, никогда не сомневался в том, что на рынке игровых консолей PlayStation 5 в плане продаж это некий эталон, лидер, некий аналог Apple, как на рынке смартфонов. Но меня больше поражает тот факт, опять же, я снова сужу по России, это важно, что, несмотря на то, что плойка собрала очень много ошибок Xbox, все равно остается в топе. Да и думаю, что и останется. Кстати, в конце видео я объясню почему. Если же пока не понимаете, о чем я говорю, тогда ролик будет для вас мега интересный. Возвращаемся в 2013 год, когда нам показали на свет Xbox One, мультимедийную консоль, которая должна была стать единым устройством в доме, в котором есть абсолютно все. К сожалению, по общему мнению, в этой консоли было много чего плохого и ненужного. Кстати, многие, особенно в России, ее замысел не поняли вообще, но сейчас не об этом. В большинстве своем на Xbox кричали, что дизайн отвратительный, она огромная, потом игры слили на ПК. Но давайте посмотрим на PlayStation 5 и сравним, что же схожего между Xbox One и плойкой пятой. Я понимаю, что это разные консоли, их сравнить по сути нельзя, но тут мы сравниваем не сами консоли, а критику вокруг них на старте. Начнем с внешнего вида. Габариты и дизайн. Я понимаю, что дизайн это на вкус и цвет, кому-то нравится, кому-то нет, но по общей критике, Xbox One получился менее красивым, чем плойка четвертая. Если что, сейчас мы сравним FAT модель. В этом случае, наверное, дизайн был не таким уж и плохим, как его габариты. Если что, Xbox One был значительно габаритнее, чем плойка, плюс имел внешний блок питания. За все это, данную консоль хейтили где только могли. Несмотря на ее инновационный Kinect, который давал крутые надежды, несмотря на мультимедийность, многие ее срали именно за дизайн и размеры. Что же происходит сейчас? Плойка пятая по сравнению с Xbox Series X вышла по сути такой же, как и Xbox One по отношению к плойке четвертой. Она огромная и ее дизайн слегка нетипичный для консолей. Опять же, дизайн на вкус и цвет, но так или иначе у большинства вызывают сомнения странное продолжение корпуса в виде боковых вставок. Несмотря на это, те, кто хвалит эту консоль, размеры обосновывают просто тех решением от перегрева, что в принципе логично и в принципе обосновывалось тем же во времена Xbox One. Но этого почему-то никто не хотел слушать. И если мы посмотрим на ролики или отзывы тех, кто говорит о PlayStation 5, то оказывается дизайн это не самое главное. Идем дальше. Мощность. Я, если честно, никогда не любил ковыряться в железе консоли, поскольку это бессмысленно, ибо сравнение все равно идет в конкретных играх, в которые все решит оптимизация. Но так или иначе, многие любят сравнить железо, а именно считать терафлопсы. По этой единице Xbox Series X превосходит PlayStation 5 и даже по отзывам многих, скорее всего покажет лучшую производительность в мультиплатформе, чем ее конкурент. Но а-ля опять времена Xbox One и PlayStation 4 только наоборот. Вспоминаем времена старта продаж PlayStation 4 и Xbox One. Xbox One получился слабее по тем же терафлопсам, и люди с пеной у рта кричали, что терафлопсы это невероятно важно, мол покупать не мощную консоль это бред. Ничего не потянет, бла-бла-бла. Но в итоге в нынешнее время оказывается, что консоль чуть слабее, не так уж и плоха. Разница будет практически незаметна и так далее. Стоимость. Это пожалуй еще один фактор, благодаря которому Xbox продался меньше по сравнению с плойкой, ибо цена это один из важнейших факторов окончательного выбора, особенно в России. Если я не ошибаюсь, то разница между консолями в восьмом поколении была незначительной. Стартовая цена за PlayStation 4 в России на то время была около где-то 19 тысяч рублей. Xbox One стоил чуть подороже, если не ошибаюсь, либо 21 тысячу, либо 22, а комплект вместе с Kinect стоил 28 тысяч, или 27 500. Вы не поверите, но на то время даже такая вроде бы маленькая разница между простыми комплектами, всего лишь там около двух тысяч, все равно большинство склоняло к выбору Sony. Что мы видим сейчас? С на PlayStation 5 просит 47 тысяч за версию с приводом и 38 тысяч за версию без привода. В то время как Xbox Series X 45 600, который является консолью мощнее, и 27 тысяч за консоль, которая не будет иметь 4К разрешения. Разница между мощными консолями считайте почти в полторы тысячи, а если учитывать самые дешевые версии, то разница в 11 тысяч рублей. Напоминаю, что это не две тысячи как раньше, а что мы видим сейчас? А видим мы рассуждения такого рода. Я лучше переплачу 11 тысяч, но куплю себе то, что будет с 4К разрешением. Но никто уже не думает, что лучше я чуть-чуть переплачу и возьму консоль мощнее и с приводом. Я понимаю, что одна консоль мощнее, другая нет, ибо там есть 4К разрешение, у другой нет. Но так или иначе, это две консоли нового поколения, которые должны выдать next-gen и которые будут жить все новое поколение. Если что, сейчас я обсуждаю именно PlayStation 5 без привода и Xbox Series S. И все равно при этом разница в цене довольно высокая. Несмотря на это, очень много тех, кто все равно смотрит в пользу Sony. Эксклюзивы слиты на ПК. Это на самом деле очень острая тема и всегда популярная, поскольку эксклюзивы это тоже мощный фактор выбора консоли. И Xbox после объявления данного решения, а именно что дальнейшие игры будут выходить и на ПК, перевернуло просто все игровое сообщество. Как так? Зачем я купил консоль? Она потеряла смысл? Я, если честно, тоже в то время переживал, но что мы видим сейчас? Данная стратегия у Xbox до сих пор. И Sony, походу, будут двигаться немного в том же направлении. А именно то, что некоторые свои тайтлы она будет выпускать на ПК. Для тех, кто не знает, эта тема была и у Плойки 4, под конец. И тот же самый Detroit Heavy Rain можно спокойно поиграть сейчас на ПК. В этом случае точно не могу сказать ничего плохого, поскольку в эту игру просто дают поиграть больше аудитории. Но меня забавляет тот факт, что когда сливали экзы на Xbox, это был просто крах. Когда же слили на Плойке, игры оказались ненужным шлаком, переоцененным шедевром, опять же по мнению многих. За Death Stranding, на самом деле, мне обиднее всего, что гениальность Кодзимы из-за узколобового мышления и эксклюзивности, игру просто обосрали, не оценив ее по достоинству. И все из-за того, что ее слили на ПК. Да, я прекрасно понимаю, что данная судьба коснется не всех игр, но прошу заметить, что в то время, когда на Xbox оставались эксклюзивы, которые были доступны только на Xbox, это не мешало его хейтить. Зачем мне Xbox, я во все поиграю на ПК. Но когда некоторые игры доступны на ПК, почему-то про Плойку так уже не говорят, это не работает. Также хотел высказаться насчет маленького дополнения в виде обратной совместимости и подписок. Как вы все знаете, на Плойке будет обратная совместимость практически со всеми играми PlayStation 4, плюс для владельцев подписки плюс на PlayStation 5 дают возможность поиграть в хиты PlayStation и еще в некоторые игры. Сразу скажу, что это крутая тема и босяцкий подгон тем, кто на Плойке не имел данных игр. Ты покупаешь новую консоль, тебе дают во что поиграть, короче, круто. Не сложно догадаться, что многие такую возможность хейтили во времена Xbox, обосновываю это тем, что кому сдались вообще старые игры, в них никто играть не будет. Ну а насчет подписки говорили, что там просто старый шлак, в который все уже давно поиграли. Я понимаю, что подписки разные, но факт в размышлениях. Здесь же это выносит как невероятный плюс, типа это шикарно, это круто, а насчет Xbox говорят, что это плохо. Как так, не понимаю. Повторяю, что видос был сделан не с целью обосрать Плойку или Xbox. Видос показывают лишь так, как воспринимается консоль того или иного бренда. На мой взгляд, многие минусы в восьмом или девятом поколении, они не так важны и значительны, как на них акцентируют внимание. Тут же дизайн и габариты, это вообще последнее дело в консоли, поскольку ты поставил и забыл. Что касаемо эксклюзивов, это вкусовщина. Но слив этих игр на ПК не убирает у вас возможность насладиться этими играми на вашей платформе. Поэтому всегда выбирайте ту консоль, которая просто вам больше по душе и в которой есть то, что вы хотите. А теперь самое интересное, а почему же Плойка, несмотря на все, вроде бы, минусы, которые были у Xbox, все равно остается в большинстве своем желанной консолью? На мой взгляд, дело в лояльности, а также в рекламе. Я вначале говорил, что PlayStation 5 это сильный бренд, а силен он как раз-таки за счет своих фанатов, которые очень лояльны. И несмотря на ту или иную ситуацию, фанаты поддерживают и минус сделают плюсом. Я не отнесу это к фанатизму, поскольку фанатизм это чуть другое, но лояльность у них реально очень крутая. Что насчет рекламы? Она везде. И даже, скорее всего, смотря данный ролик, она вам также покажется. Кстати, напишите в комментариях, сколько вы видели рекламы Xbox в России. Лично я пока ни разу. Многие могут подумать, что, мол, реклама мало что решает, ибо есть продукты лучше, и он без рекламы продается. Да, такое тоже может быть. Но прикол в том, что с консолями чуть по-другому. Много кто не понимает в них, много кто не разбирается, и когда ты приходишь в магазин просто за приставкой, уже играет роль как раз таки рекламы и советы продавца. И как мы все знаем, в данном случае плойка на слуху, и возможно в приоритете по продажам для консультанта. Поэтому вас легко могут склонить к выбору. В любом случае, PlayStation 5 и Xbox Series это клевые консоли, но какую консоль взять, зависит от вас. В общем, такой вот видос всегда думайте при выборе своей головой. Если вам видос понравился, то ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свое мнение на этот счет. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok